Здравствуйте, меня зовут Александра. Я рада вас приветствовать в нашем музее на выставке «Святые целители и врачи». И данный раздел посвящен профессиональным врачам, получившим соответствующее медицинское образование и бесплатно исцелявшим больных. Святым бессеребренникам Космеи, Демиану, Киру, Иоанну, Пантелеймону. Многие из этих святых жили во времена гонений на христиан и доказали верность своим убеждениям ценой собственной крови. Они стали мучениками. И среди них, наверное, самый знаменитый великомученик Пантелеймон. Однако это сейчас. Он так нам известен. Практически в каждом храме есть его икона. Но так было не всегда. На долгие столетия его почитание на Руси было прервано, поэтому фактически нет его древних икон. О причинах появления этого феномена, о почитании святого великомученика Пантелеймона и о его жизни мы сегодня поговорим на примере этой замечательной афонской иконы. Но прежде всего хотелось бы несколько слов рассказать о самой эпохе, в которой жил святой. Это был конец эпохи эллинизма, время кризиса мировоззрения. Действительно, язычество больше не удовлетворяло духовным запросам греко-римской интеллигенции, в том числе врачей. И пришедший на смену языческой религии, которая вызывала уже скепсис, пришедший ей на смену эпикурейство, стоицизм, неоплатонизм, также не мог дать достаточного нравственного обоснования деятельности врача. Вспомните знаменитое высказывание Платона, его выражение «сома», «сэма», то есть тело, темница. И, конечно, для врача, который хотел видеть себя и философом, не было в этом утверждении какого-то достаточного обоснования своей деятельности. Собственно, зачем исцелять темницу, зачем врачевать могилу? И назревал кризис мировоззрения, который подготовил моральную атмосферу для принятия христианской веры. В это время многие врачи приходят в христианскую религию. Как говорил отец Георгий Флоровский, в это время была единая империя, един общий язык и одна общая тоска по спасителю. Этот переход в христианство среди врачей был подготовлен серьезной работой мысли и сердца. Особенно много врачей перешло в христианство как раз на рубеже III-IV века, накануне великих гонений, которые устраивает император Диоклетиан. Желая легитимизировать свои авторитарные притязания, Диоклетиан принимает решение буквально отождествить себя с предводителем римского пантеона Юпитера. В этом случае врачи, которые являлись блестящими риторами, философами, а, соответственно, проповедниками христианства, становились личными врагами императора, политическими преступниками. Именно это зачастую становилось причиной их мартирии, их казни. И следует отметить, я напомню вам, что врачи стали, по сути, второй профессиональной группой, группой после войнов среди мучеников. И среди этих врачей один из наиболее известных – святой великомученик и целитель Пантелеймон, образ которого находится перед нами. Святой Пантелеймон родился в Некомедии. На тот момент это политический центр Римской империи, где находился дворец тетрарха и основные институты власти. Пантелеймон родился в семье благочестивой христианки Евулы и богатого сановника Евсторгия, который хотел видеть своего сына невероятно мужественным, поэтому пожелал дать ему имя Пантелеймон, что в переводе обозначает «по всему лев». После смерти матери воспитание легло на плечи отца Евсторгия. И он принимает решение отдать сына на обучение врачебной науке придворному врачу Ефросину. И именно Ефросин приводит Пантелеймона Максимиану Галерию, который был на тот момент Цезарем, фактически младшим соправителем Диоклетиана, его помощником. Максимиану очень понравился юный Пантелеймон, который отличался невероятным умом, благоразумием, красотой. Он хотел в будущем видеть его придворным врачом. Но эта внезапно обрушившаяся слава не изменила внутреннего устроения доброго юноши. И его заметил не только Цезарь. На него обратил внимание пресвитер Ермолай, который один из немногих остался в живых после сожжения двадцати тысяч христианских мучеников в городе Некомедии. Ермолай стал приглашать Пантелеймона к себе, чтобы рассказывать ему о спасителе. И однажды, после такой беседы, возвращаясь, Пантелеймон увидел на дороге юношу, укушенного змеёй. Мальчик был мёртв. Но настолько была велика вера в спасителя, что Пантелеймон обратился ко Христу о воскресении. И произошло чудо, превосходящее законы человеческого естества. Мальчик воскрес. После этого Пантелеймон принял решение принять христианскую веру, креститься. Мы видим это на следующем клейме иконы. Конечно, Пантелеймону захотелось обратить христианскую веру и собственного отца, язычника Ивсторгия. И после чуда, которое он совершает на глазах у отца, он исцеляет слепого человека, Ивсторгию веровал. Обратите внимание на композицию того клейма, который находится перед нами. Конечно, в рамках трансляции сложно бывает показать какие-то иконографические особенности, но эта композиция очень нам напоминает знаменитое изображение, принятое в христианской иконографии, исцеление слепорождённого Христом. И эта смысловая параллель была сделана иконописцем не случайно, дабы показать нам, что исцеление Пантелеймон совершал во имя Христова силой Божией. После смерти Ивсторгия Пантелеймон решает раздать свое имение нищим и служить Христу, безвозмездно принимать больных, исцелять христиан, которые находились в темнице. И, конечно, на него донесли коллеги-язычники, ведь он был для них конкурентом. Максимиан призывает Пантелеона к себе и пытается сначала уговорить его изменить свое решение. Но Пантелеон был тверд в вере и на глазах о Цезаре исцеляет расслабленного. И опять аллюзия на чудо самого Христа. Как Господь исцелил расслабленного овчьей купели, так и Пантелеон исцеляет этого парализованного человека. Но это чудо не умягчило сердце Максимиана Галерия. Наоборот, разгневанный император решает пытками заставить Пантелеона отказаться от веры во Иисуса Христа. Я не буду подробно рассказывать вам об этих пытках, их много, они страшны, всегда поражают своей жестокостью. Но порой эти пытки, столь подробно передаваемые иконописцам, становятся очередным свидетельством триумфа великомученика. Посмотрите на эту сцену, которую мы видим в римском цирке. Да, это было очень жестокое развлечение римской публики, которое требовало зрелищ, когда на их глазах дикие животные должны были растерзать христианина. Но произошло очередное чудо. Эти львы, как говорит сказание, устремились к ногам великомученика Пантелеймона, чтобы воздать ему честь, словно чувствуя эту святость, которая была так свойственна раю, где не было этой вражды между человеком и животным. Понимая, что невозможно изменить решение Пантелеона, Максимиан Галерий приказывает его казнить. И в последнем клейме мы видим, как один из воинов замахнулся. Кстати, ему не удалось сразу казнить Пантелеона, потому что его меч изменил привычные свойства, он стал подобным воску, мягким. И в это время Пантелеон молился, он обращался ко Христу с просьбой помиловать его мучителей, подобно самому Христу. И услышал в ответ глаз Божий, который именовал его Пантелеймоном, многомилостивым. Это услышали и воины, и пораженная стража, его палачи отказались привести этот приказ Максимиана Галерия в действие. И тут уже сам Пантелеймон стал их упрашивать исполнить приказ Цезаря. И когда была отсечена его голова из открытой раны, истекла не только кровь, но и молоко. Эти реликвии были бережно собраны христианами. Например, об этом вспоминает, об этих реликвиях хорошо пишет паломник XII века, который засвидетельствовал, что в Святой Софии Константинопольской, главном храме христианского мира, эти реликвии бережно хранились в хрустальном сосуде, обложенном золотом, несмешанном состоянии. Сверху молоко, внизу кровь. Но на день памяти святого великомученика 9 августа они менялись местами. И это чудо происходило ежегодно. Голова же святого впоследствии была передана Афонскому монастырю, стала его главной святыней. Но святого Пантелеймона почитали не только в пределах Византийской империи, о нем хорошо знали на Руси. Исследователь Александр Васильевич Назаренко нашел в архиве Кёльна очень любопытное свидетельство, проповедь, которая говорила о чуде, совершенном великомучеником Пантелеймоном, который исцелил короля народа русов, князя Мстислава Владимировича. И это объясняется вполне логичными причинами. Мать Мстислава Владимировича, супруга Владимира Мономаха, гида Уэссекская, была дочерью последнего англосаксонского правителя Гарольда Годвинсона. И долгие годы она поддерживала связь с Пантелеймоновым монастырем в Кёльне, даже упоминалась о его синодиках вплоть до своей смерти. Поэтому, когда ее сын, остерзанный медведем, лежал при смерти, конечно, именно к святому Пантелеймону обращалась его мать. И она вымолила его исцеление. В благодарность Мстислав даже назвал в крещении своего сына Изислава Пантелеймона. А Изислав Мстиславич впоследствии украсил свой шлем Пантелеймоновым златом, то есть золотым изображением святого. И считалось, что его победа в важном сражении была одержана при покровительстве святого великомученика. Именно после этого сражения, после этой победы святого на Руси стали почитать не только как целителя, но и как покровителя военных. Такой очень интересный факт. Кроме того, Изислав Мстиславич построил в Новгороде монастырь. Казалось бы, такое внимание к святому, но это почитание и в самом Новгороде, и на Руси впоследствии сошло на нет. Практически угасло. Возможно, этому способствовали определенные политические обстоятельства. Например, вспомним противостояние шведам, немцам. В связи с этим возрастание патриотизма, необходимость формирования сонма исконно русских святых. Кроме того, нарушились связи с Пантелеймоновой обителью, с Афоном. Невозможно было русским паломникам ездить на Святую Гору. И именно по этой причине фактически нет древних икон святого великомученика. И самой большой церковью до сих пор остается церковь, которая была построена благодарным Петром Великим после победы при Гангуте и Грингаме, потому что победы как раз пришлись на день памяти святого на 9 августа по новому стилю. И Пётр отметил как раз эти победы в возведении Пантелеймоновской церкви. Ну, собственно, и всё. Как ни парадоксально это звучит, но уже к началу XIX века в афонской Пантелеймоновой обители, русском монастыре, фактически не было русских иноков. И лишь в 60-е годы на Афоне принимают решение отправить иеромонах Арсения Минина с миссией на русскую землю, привезти туда святыни, почитаемые реликвии и иконы, в том числе частицу святых мощей великомученика Пантелеймона, рассказать о нём. Это имело большое значение. Вновь потянулись паломники на святую гору, вновь появились иноки, желающие посвятить свою жизнь и стать монахами на Афонской горе. В это же время появляется и иконописная мастерская, из которой выходит следующая икона, о которой мы сейчас с вами поговорим. Иконописная мастерская была создана по благословению и по инициативе русским монаха Иеронима Соломенцева, выдающегося деятеля своей эпохи и Пантелеймонова монастыря. В скором времени в иконописной мастерской насчитывалось уже около 50 иноков иконописцев, среди них знаменитый Аристоклий Афонский, которого мы с вами хорошо знаем, мощь которого находится на Афонском подворье в Москве. И вот как раз из этого монастыря происходит замечательная икона, которая находится перед нами в традиционном узнаваемом стиле, характерном для этой эпохи. Была она заказана неким Петром Лапшиным, о чём свидетельствует надпись на обороте. Действительно, приток икон святого великомученика Пантелеймона на русскую землю был связан именно с заказами многочисленных паломников. Здесь мы видим святого великомученика Пантелеймона, как его описывают жития, невероятно красивого, благочестивого, юного, кроткого. Он облачён в традиционные для его иконографии одежды. Изумрудный хитон с золотыми нарукавниками, украшенными драгоценными камнями, широкую рубаху и надетый поверх коричневый плащ, напоминающий священническую филонь. В его руках коробочка для медикаментов и подобие ланцета или ложечки, которая завершается крестом. Эти предметы нам неким образом напоминают лжицу и дроносицу, который берет с собой священник, чтобы причастить больного на дому. Вот эта евхаристическая параллель, этот некий намёк, некий символ считается присутствовать здесь специально, говоря о том, что подобно тому, как священнику Бог даёт благодать совершать таинство, так и врач, который исцеляет именем Христовым, получает от Бога соответствующую благодать. Кстати, очень часто образы святых врачей, мучеников можно было увидеть в византийских и христианских храмах именно в алтарной части, где совершалось причащение, напоминая о том, что причащение совершается также во исцеление души и тела, и первое, несомненно, важнее последнего. Это замечательная икона, которую мы видим, и та житийная икона, которую мы только что обсудили, одни из немногих памятников, представленных на нашей выставке, а здесь их более 130. Выставка продолжает свою работу до 29 мая. Мы всегда рады видеть вас на нашей экспозиции и выставках. До новых встреч!